Пост в инстаграм и чат ватсапе. Глава Залесовского района Александр Пластеев работу начинает с проверки мессенджеров. Если в селе Пещерка, например, плохо прочистили дорогу, он узнает об этом в 7 утра из сообщений. Практически все рабочие вопросы перешли в онлайн. В 21 веке даже мусорную реформу обсуждали чаще не в сельсовете, а в мессенджере. Вот сейчас вот мы, я так думаю, в феврале баки расставим уже при согласовании с рекоператором и с населением. И вот как раз эту большую работу проводят у нас чаты в мессенджерах. Еще несколько лет назад глава не подозревал, что ему нужно будет разбираться в том, как вести блог, снимать сториз, делать посты. Но три года назад пришлось освоить инстаграм. Поначалу было сложно, но справлялся сам. А сегодня у молодого руководителя уже 2000 подписчиков и почти 5 в одноклассниках. Сообщение приходит от жителей 9 сел. Чтобы ответить каждому, пришлось брать помощника. Девушка потеряла кошелек в Залесово из Большого Колтая. И днем она написала. Мы опубликовали к вечеру. И на следующий день она отписалась. Всем спасибо. Кошелек вернули. Сегодня аккаунты есть у половины руководителей муниципалитетов. У 35 и 65. Правда, чаще всего они мертвые. Активные юзеры только 15 глав сельсоветов. В декабре Совет муниципальных организаций края поднял вопрос, а не обязательно ввести аккаунты. У населения колоссальный запрос на общение с главами муниципалитетов, главами ведомств. Обратная связь от населения позволяет, во-первых, услышать людей, услышать их какие-то истории конкретные. Через эти конкретные истории прийти к решению проблем, которые затрагивает большое количество людей. Главу Бурлинского района Сергея Давыденко такое решение не испугало. У него, помимо Инстаграм, идут прямые линии на Ютубе. Один из примеров – это замечание инвалида-колясочника здесь у нас в районном центре. Это проложить водопропускную трубу дорогой, потому что ему сложновато ехать в магазин по этому бездорожью. Сегодня главы часто говорят, что ничего не заменит с живой беседой, с живой встречей. Ну, наверное, это так, да. Но соцсети это не заменяет и не подменяет. Это позволяет быстро, оперативно донести необходимую информацию от власти в данном случае, да, или получить обратную связь от людей. Мы заставить в данном случае, ну, мы как бы не можем, да. Поэтому еще раз повторю только, что это не дань моде, это вот необходимый инструмент в работе публичной власти. У нас есть, например, село Борисово. Ну, смысла там нету заводить Инстаграм-аккаунт, потому что там нету связи. То есть, понимаете, у нас еще не 100% населенные пункты обеспечены сотовой связью и интернет. Даже без мобильной связи сегодня остаются 250 сел края. Без интернета еще больше. Если связь придет в глухую сельскую глубинку, убеждены деревенские, жить станет немного проще. Так, если местные власти не будут сами отчитываться о работе в соцсетях, пост или видео можно будет выложить уже об их бездействии. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.